Приветствую любителей вязания на моем канале Дачный Креатив от Елены Зиновой. В пятой части обзора покажу образец вязания пряжи бонсай турецкого производства и российскую фантазийную буклированную пряжу. Первая пряжа бонсай это турецкий производитель YarnArt. Рекомендации по спицам и крючку номер 8 и 9. Пряжа очень сверкающая, блестящая, очень красивая и очень приятная. Мне первый раз показалось, когда я пробовала вязать крючком, что она жестковата, но если вязать свободно, то она не такая жесткая, но все равно, наверное, какую-то подкладочку под нее нужно. Свяжу один ряд, опять же, платочной вязкой. Почему платочной вязкой вяжу? Потому что при вязании платочной вязкой края у образца не подворачиваются и легче показать. Вяжется легко, вяжу тонкими спицами, свободно. Напоминаю рекомендации производителя номер 8 и 9. Лоскутики прикреплены на нитку на одинаковом расстоянии. Тоже можно попробовать вязать так, чтобы эти лоскутики блестящие были только с лицевой стороны. Нужно методом подбора попытаться, может быть, действительно, на спицах номер 8 или номер 9 получится, что они будут на одной стороне. Но мне и так нравится. Такая кольчушка получается, очень симпатичная. Вот такие лоскутики прикреплены с бахромой. Держатся крепко, не осыпаются. И очень блестит и сама нитка, и лоскутики. Турецкие производители, конечно, славятся своей красивой пряжей. И крючок из пиццы 8-9. Понравилась мне эта пряжа, рекомендую. И наши отечественные пряжи, фантазия, пряжи из Троицка. Такой образец. Вяжу специально из однотонной пряжи. Хотя у меня есть и секционная окраска пряжи тоже. Просто на такой пряжи, мне кажется, понятнее, как она смотрится. Опять же, платочная вязка. И опять же, вяжу слабо. Я из такой пряжи вязала внучкам, когда они были маленькие. Хорошо вязать плетики. Покрывала, там шерсть 50% в составе. И очень симпатично буклированная пряжа смотрится. Немножко при вязании спица цепляет за вот эти вот буклированные элементы. Но ничего страшного. Просто вяжу для того, чтобы показать вам, что вяжется просто. И как смотрится образец. Тоже можно использовать в качестве отделки. Какому-нибудь готовому изделию на воротнике, например, на манжетах. Еще я из такой пряжи вязала маленькому ребенку пайтишка грудному. Очень симпатично получилось, с белой отделкой. К сожалению, фотография не сохранилась. Я в подарок вязала. Не буду больше занимать ваше время. Довяжу сейчас ряд. Вяжется действительно легко. Это пряжа из категории, когда при вязании простым узором, платочная, чулочная вязка. Смотреть на спицы не обязательно. Те, кто много вяжут, поймут, о чем я говорю. Такой образец получился. Набирала я 20 петель. Аккуратный, мягкий. Здесь в упаковке 160 метров. Если вязать рыхло, то получается очень небольшой расход. Вязала я тонкими спицами. Но если вы привыкли вязать плотно, то брать нужно, конечно, спицы потолще. На упаковке нет рекомендации по толщине спиц. Там только нарисован крючок и спица. 20 петель получилось 16 сантиметров. 16-17. И еще одну пряжу вам покажу. Эту пряжу мне подарили. И у меня всего один моточек этой пряжи. И, к сожалению, не помню, как она называется. Но думаю, что это тоже yarn art. Она очень сверкающая, нежная, похожа на шелк. Мне бы хотелось ее докупить, но, к сожалению, я не могу ее найти. Образец вязала спицами номер 5. Очень приятно ее вязать. Она очень нежная. Набирала 20 петель. Количество рядов, к сожалению, не считала. Вязала произвольно. Здесь точно больше 10 рядов. Показывать не буду. Очень сверкает, похоже на шелк натуральный. К сожалению, камера не передает красоту этой пряжи. Ниточки держатся крепко, не осыпаются. Если кто-нибудь узнал, что это за пряжа, пожалуйста, напишите, потому что у меня один моток. Мне бы хотелось докупить. Про всю пряжу, которую я показывала в первой части обзора, я рассказала. Показала образцы. Единственная пряжа, которую я не показала, это турецкая пряжа Альзе Дантелла. Но она вянется так же, как фламенко. И еще напоминаю вам свою просьбу из четвертой части по поводу вот этой пряжи. Тоже хотелось бы докупить. Всем удачи! Приятного вязания! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok